Ну, небольшая наша неудача, надо признать. Столица Украины прибегает к диверсиям, чтобы прикрыть провал на фронте рейд боевиков приграничных сел. Субтитры создавал DimaTorzok Прямо сейчас максимально тревожные новости, ждем официальных подтверждений. Тем не менее, огромное количество сообщений появляются и в телеграм-каналах. Появляется в том числе видео свидетельства ужаса, который прямо сейчас разворачивается на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе с Белгородской области. Это деревня Дроновка. Что касается этих отморозков, я их иначе и назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать. Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать. Первое по отношению передачи ядерного оружия Украине. Сразу подводим черту, этого не может быть, поскольку не может быть никогда. И даже рассматривать это в качестве версии, ну, абсолютно не стоит. А истребители могут быть? А танки? А хаймерсы? А дальнобойная артиллерия? А Storm Shadow? Все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область тоже казалась невозможной еще позавчера. Мы угрожаем сами, как должна великая держава действовать, великое государство. А мы отвечаем на угрозы соседа, которого мы называем уже умершего экономически, умершего политически. Он вполне серьезно к нам засылает батальон с бронетехникой. Они записывают люди, которые пришли к нам с оружием, видео. Импозантные, бородатые. Они сообщают о той ситуации, которая происходит. Поэтому, Геннадий Тимофеевич, ну, небольшая наша неудача, надо признать. Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, а другие валяют дурака. Управления нет, желания нет, и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается. И специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений.